Ну что, обновь подъехала, ведь у Талантрика новый слив. Как ты помнишь, в прошлом сливе нам Талантрик сказал, что у нас выйдет маркетплейс. И маркетплейс будет находиться на трейд-площадке, там где мы сможем не только продавать юнитов, но и также покупать. И при этом, наверное, улучшенный дрельмен будет стоить 123 гемасика. Это довольно очень хорошо. А как ты еще знаешь, что вчера у нас вышла новая серия праски бедит валетов. И мы целых три раза погибли за нашего главного персонажа. Я даже так и не понял, за какого персонажа мы играем. Или мы сейчас уже просто как душа и телепортируемся по разным камераменам. Плюс еще нам там открыли большущий бункер и показали новых ски бедит валетов. Так что сейчас мы узнаем, что же нам Талантрик покажет и что нас ждет в следующем обновлении. Еще не слышал о новом магазине робоксов с лучшими ценами? Blogsport.gg Сайт, с которым покупка робокса пройдет выгодно, безопасно и быстро. Вводишь сумму покупки, следуешь понятным инструкциям на сайте. И сразу после оплаты робоксы зачисляются на твой аккаунт. Кстати, каждая покупка на Blogsport приносит тебе очки опыта. Копи опыт, прокачивай уровень и забирай бесплатные робоксы на странице наград. Я оставлю секретную ссылку в описании, которая даст тебе бонус 10% первой покупки на Blogsport. С ними ты сможешь получить 500 робоксов всего за 224 рубля. Удачных покупок! Привет, Талантрик! Ну что, я уже заждался обновления и он сказал, если ты не поставишь лайк и не подпишешься на Зубчика, то обновление может не выйти. Нам Талантрик говорит, что вышел 71 эпизод. И пришло время новых юнитов, новых скибиди и, конечно же, босса в бесконечном режиме. Интересно даже, с кого мы сейчас начнем? И начнем мы с солдата самолетного. Ты посмотри на его улыбку, блин, просто заслуживает лайк. Получается, у него с каждой стороны по 4 ракеты, а там уже одна куда-то полетела. Надеюсь, не до нас. Это очень опасно. Вот так вот у нас он будет выглядеть. Он называется астроракетный солдат скибиди. У него, получается, тут в данный момент вместо ракет просто какие-то лазеры. Опасно, может, как-то переделали. Но он нам говорит, что у нас есть уже ракетный самолет. И, соответственно, он быстрый, но у него мало жизней. А у этого будет, наоборот, больше жизни. И он будет медленный. Не знаю, какой лучше, но мы об этом узнаем. Конечно, мне кажется, новый. А ты напиши свое мнение в комментариях. Тут он начинает, получается, с нашего, получается, вот этого персонажа. Это у нас красный камерамэн. И у него, получается, посмотри, есть валетная бумага. Дай-ка мне опачки. Спасибо тебе большое. Вытрим попку. Ой, ты этого не видел. Получается, у него какая-то небольшая пушечка есть. И у нас же есть уже мифический персонаж. И это что ли будет мифический персонаж? Или это будет эксклюзивный? Как наш гриновский персонаж? Очень-очень любопытно. Хотя, может быть, это будет легендарка. Ведь он какой-то худощавый. Но у него есть сзади джетпатер. И ты вот посмотри. Он нам сказал, если я не ошибаюсь, то, что это будет легендарочка. У него такой вот бастер, который, получается, будет дальность большая. Как ты знаешь, у нас красный мифический. У него большая дальность и при этом большая скорость. И посмотри, вот эти вот пушки-колотушки. Ну ты, конечно, силен, силен. И джетпатер. Жалко, что у нас скибеди-твалеты не подлетают. И, соответственно, отстанчиков не сопротивляются. Плюс он нам говорит, что у нас в данный момент есть легендарок. Но их не хватает. В прошлый раз, кстати, они добавили вот этот вот наш спикер-колонку ТВ-мена. И нам он говорит, что у нас не хватает годли-персонажев. Ведь у нас только старый остался Олдовский. И нескоро в будущем добавят нам нового годли-персонажа. В новом ивенте. Получается, у нас этот ивент скоро заканчивается. И новый будет начинаться. Интересно, кто же это? Напиши обязательно в комментариях. Тут он начинает нам с жемена. И знаешь, вчера я просто нафантазировал. И думаю, что это все сбудется. Потому что посмотри на его морщины. Посмотри на его бледное лицо. Особенно на эти лазеры. Я думаю, что это будет жемен 5.0. И при этом он будет подходить к нашим юнитам. Давать, получается, станчик. И с помощью этого станчика и лазера, когда будет включать, отсасывать все жизни. Но нам Таландри говорит, что в данный момент он ничем не отличается с боссом 4.0. Только стала прорисовка лучше. А твое мнение? Напиши в комментариях, он стал лучше или чем-то отличается. Потому что мне кажется, что он стал отличаться. Ты же посмотри, хотя бы очки он напялил. И лазер какой-то у него огроменный стал. Но он нам сейчас показывает, что нужно уделить не джемену, а за его спиной. Ведь у нас там два вертолета с КБД. И они между собой связаны. И плюс у него есть контейнер. Плюс ты видишь, посмотри, еще справа. Красный у нас сражается и наносит урон. А им все равно. У них на шлеме шлем. Да, туалетная бумага нам по-любому сегодня потребуется. Но все же знаешь, что интересно? Что же там находится в контейнере? Ведь они, получается, выглядят как наш погрузчик. Только будут еще быстрее. А у нас погрузчик и так очень сильно быстрый. Куда еще быстрее? То есть они как-то будут долетать. Когда мы будем уничтожать кого-то. И он будет откуда-то там кто-то влазит. Возможно, Телантрик переплатился в наших скибеди-туалетов. Ведь в прошлом видеоролике он сказал, что он станет юнитом. И может это и есть что за скибеди-туалетов? Ну ты, конечно, опасный, Телантрик. Очень хочу обновление. А ты там появишься. Прикиньте, зубчик появился. Или еще какой-то твой любимый блогер. Ну, например, я. Очень приятно. Но дальше он начинает продолжать про эти контейнеры. Вот в чем вопрос. Он нам покажет. И ты посмотри просто, как он выглядит. Контейнер еще. Как будто бы там кейс какой-то будет выпадать. Может, какие-то бонусы или ачивочки. Тоже было бы прикольно. Знаете, убиваем вот это вот юнита. И нам дается, например, какой-нибудь бустик вылетался. Например, двойная удача. Или, например, двойная голдишечка. Или, например, там еще что-то. Напиши свое мнение. Например, там наши валентиночки. Или больше голдишечки. Но выглядит действительно очень хороший. И вот, как оно говорится. Погрузчики на связи с нами. А знаешь, что я вспомнил? Что, походу, из этого погрузчика будет наш новый боссик. Мутант диджей, который появился в новой серии. Он, получается, будет выплухивать. Так. Бля-бля-бля-бля. Ну да, музыкант из меня такой себе. Но тоже очень прикольно. Сейчас он нам напоминает, что у нас маркетплейс скоро выходит. У нас, получается, акционер там находится. И, соответственно, бац. И продано. Ты будешь продавать своих юнитов. И, соответственно, эта трейдинг-площадка будет очень феноменально крутая. При этом он говорит, ребята, это невероятно как сложно, как делать вот эти вот аукционы наши. Потому что, если мы сделаем глобальное, и там будет больше миллиона продуктов, то, соответственно, где-то твои товары затеряются. И будет очень долго продаваться. А, возможно, и даже не продадутся. У нас есть сервера. Там, где, например, трейд-зон. Ты заходишь на нее. Ты сможешь выставлять на продажу своих 10 юнитов. И, соответственно, на этом сервере, чтобы сервери не легли, будет тысяча юнитов. И ты можешь выбирать. Да, поначалу где-то не будет это покупаться их. Потому что у нас сейчас валюта очень крутая и очень сложная гемасики. Возможно, какая-то новая валюта будет. Возможно, как-то виповским или каких-то заданий добавят за с помощью наших гемов. Я этого точно не знаю. Возможно, тут, видите, какие-то это торговые площадки будут нам предоставлять задания. Типа, купи юнита, получи 10 гемасиков. Или, например, что-то того. Как у нас, например, с почтой. Там, где мы, допустим, платим небольшой налог в 100 голды. Тут такого не будет. Так что ты бесплатно выставил. То, соответственно, вернуть нельзя. Возможно, это как-то будет на определенное время. А возможно, это будет на постоянку. То есть неизвестно. Но думаю, как-то оно будет тебе обратно возвращаться, если не будет продаваться. Да ладно, Рико так встретили. Ребята, я уже просто безумно хочу запустить стрим. А ты хотел бы, чтобы я запустил стрим? И вот он нам дальше рассказывает, что у нас будет добавлена анимация на юнитов. И начнут они с нашего улучшенный дрельмен, которого можно получить только если ты вошел в топ-стоп в бесконечном режиме. Да попробуй там эти 116 волн, блин, пройти. А ведь у нас работал баг. Сейчас уже один баг не работает с перезахождением. Потом у нас работал баг, например, это замедление. Там используют шефа и грина. А этот баг исправили. Больше не работает. То есть кто-то успел получить, а кто-то не успел получить. Ну, как-то такое себе. Было бы очень круто, если бы они добавили какую-то определенную валюту. Например, ты играешь в этот бесконечный режим, допустим. За первое место, за три эти места, например, ты можешь его получить, этого юнита. За, допустим, ты занял просто то, что сыграл в бесконечный режим, тебе добавилась эта валюта. И, например, там за 100 игр, например, ты приобретал эту валюту и мог бы получить улучшенного дрель.мена. Вот это вот было бы на самом деле несправедливо. Потому что некоторые игроки начинают сначала, и у них нету таких крутых юнитов, чтобы проходить и не с самого начала. Так что, блин, талантрик, задумайся об этом. И вот мы плавненько подошли к самому главному вопросу. Когда у нас закончится ивент Дня Святого Валентина? Ведь нам добавили нового босса, какого-то скибедит валета, новые ящики с магазином. И при этом нам добавили, конечно же, мифического персонажа Хелпер. Который в самом начале, она была просто имба. А потом ее пофиксили, и теперь мы можем ставить двоих. Но ладно бы, если бы она, например, нам постоянно увеличивала жизни. То есть 500, там, 550, 1000 и так далее. Но нет, они просто пофиксили, и теперь она стала бесполезной. Если ее просто сравнивать с нашим просто корруптором, который вышел давным-давно на наше хэллоуинское обновление, то получается, корруптор наносит 25 тысяч здоровья, и при этом у него дальность в секунду большая. А Хелпер, получается, 20 тысяч урона. Если синистом сравнивать, так лучше не исправнивать, потому что синистер и замедляет, и наносит массовый урон, и еще с флешем бьет, не будем даже сравнить. А про нашего шеф-повара, ну ты сам понимаешь, шеф-повар замедляет и наносит, по-моему, в секунду 16 тысяч урона. А это, ого-го, как хорошо. Так что, ну такое получилось обновление и мифический персонаж. Ну так вот, он нам говорит, что как у нас выйдет обновление, так у нас и закончится ивентик. И это очень грустно. Но зато мы с тобой не будем прощаться, мы с тобой увидимся сегодня на стриме, так что подписывайся и жду тебя на стриме.